МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обгенск ТВ. Поговорим о событиях города и региона. В студии Георгий Розылает. И Дарья Человекова. Вот о чем расскажем сегодня. В Калугу на образовательный семинар-совещание приехали делегаты из всех регионов России. Владислав Шапша готов оказать помощь ЛДНР в организации образовательных процессов. Совместное заседание комитетов по бюджету, финансам и налогам и по экономической политике провели депутаты Обгенского городского собрания. Судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели совместный рейд по выявлению должников-автомобилистов. Новая жизнь для здания на Пирогово-3 не за горами. Вчера в Калужском инновационном культурном центре начал работу Всероссийский семинар-совещание руководителей органов исполнительной власти, осуществляющих госуправление в сфере образования. На пленарном заседании выступили министр просвещения России Сергей Кравцов, председатель комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Приветствую участников встречи. Сергей Кравцов отметил, что в мероприятии участвуют делегаты практически из всех российских субъектов. В рамках трехдневной рабочей программы они будут обсуждать изменения федерального законодательства, проведение летней оздоровительной кампании, вопросы исторического просвещения в школах. Кроме того, состоится обмен опытом по реализации федерального проекта «Профессионалитет». Его основная цель – интеграция колледжей и производственных предприятий с помощью образовательно-производственных кластеров. Министр подчеркнул, что первый из них будет создан на Калужской земле. Владислав Шапша рассказал о том, что федеральный технопарк профессионального образования будет создан на территории индустриального парка «Калуга-Юг». В выделенном помещении площадью свыше 50 тысяч квадратных метров откроется 37 мастерских. Около полутора тысяч студентов смогут обучаться по 26 специальностям среднего профессионального образования. До конца текущего года к работе приступят 20 мастерских, а до 2024 года появится выставочное пространство, оздоровительный комплекс и места для проживания учащихся. На едином образовательном пространстве, учебных мастерских и производственных площадках во взаимодействии с предприятиями будут повышать квалификацию педагоги СПО и преподаватели общеобразовательных дисциплин в колледжах. Центр ежегодно будет обучать не менее 10 тысяч квалифицированных специалистов. Уже в этом году по проекту «Молодые профессионалы» подготовку пройдут 150 мастеров производственного обучения. Владислав Шавшап подчеркнул, что Калужская область имеет многолетний опыт модернизации профессионального обучения. Мы, конечно же, адаптируем систему образования к изменениям на рынке труда, повышаем престиж рабочих профессий, делаем более современную работу вузов, учреждений профессионального образования, активно привлекаем к образовательным программам представителей бизнеса и одними из первых в стране начали создавать ресурсные центры. Губернатор поблагодарил Министерство просвещения Российской Федерации за поддержку в реализации этих планов. 12 мая в Калуге губернатор Владислав Шапша провел рабочую встречу с министрами образования и науки Донецкой Народной Республики Михаилом Кушаковым и Луганской Народной Республики Андреем Лустенко. Приветствую участников встречи, глава региона выразила беспокойность за граждан республик. Конечно, мы очень переживаем за ваших людей, за то, что сейчас происходит. И очень надеемся на то, что в ближайшее время в вашей республике будет жить мирной жизнью. В которой двух тысяч человек уже прибыл на территорию Калуге, то есть у нас 656 детей, мы их учим, отправляем детские садики в школу. Наравне с нашими ребятами обеспечиваем учебник и горячим питанием. Поэтому здесь я могу вас заверить, что все в порядке. Впереди у нас летний отдых. Губернатор сказал о том, что регион собирает и гуманитарную помощь. К отправке готовится очередной конвой. Эта работа будет продолжена. А вам готовы оказывать всю необходимую помощь для того, чтобы организовать процесс образовательной на территории республики. Понятно, что за данное, если это было разное, сейчас надо его университировать. Надо приводить к единым стандартам. И мы готовы вам помогать и в качестве обмена опытом, и в качестве повышения квалификации по продавателям, и в сотрудничестве в колледже, в школах, в вузах. Обязательно эту помощь вам окажем. Михаил Кушаков и Андрей Лустенко поблагодарили губернатора за поддержку инициативы региона и Российской Федерации. В минувший четверг, 12 мая, состояло совместное заседание комитетов по бюджету, финансам и налогам и по экономической политике, на котором депутаты приступили к рассмотрению отчета об исполнении городского бюджета за прошлый год. Начальник управления финансов администрации Обнинска Людмила Коновалова доложила о том, что исполнение по доходам составило более 6 миллиардов рублей, или около 99% к уточненному годовому плану. Поступление по налоговым и неналоговым доходам, то есть собственным доходам бюджета, они у нас составили 2 миллиарда 555 миллионов рублей, 102% к уточненному годовому плану и 120,1% к 2020 году. Следует отметить, что по всем налоговым доходам, кроме отмененного единого налога на вмененный доход, имеет место темп роста доходов по сравнению с 2020 годом и с 2019 годом, что свидетельствует о положительных тенденциях в развитии экономики города в 2021 году. Что касается расходов, они исполнены в объеме более 6 миллиардов рублей. Следует отметить, что бюджет Наукограда продолжает сохранять свою социальную направленность. Так, в минувшем году на эту сферу было направлено более 4 миллиардов рублей. Это составляет 71,3%. Бюджет города исполнялся в программном формате. В разрезе мероприятий муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности, общий объем программных расходов составил 5 миллиардов 970 миллионов рублей. Это 90,4% от общего объема расходов бюджета. Сумма финансирования мероприятий национальных проектов превысила 1 миллиард рублей. Значительная часть этих средств направлена на выкуп зданий трех новых детских садов. Более 107 миллионов на ремонт городских автомагистралей. Дорожное строительство также потребовало немалых затрат. Завершение масштабного проекта продолжение проспекта Ленина обошлось в 114 миллионов рублей. Новых дорог улицы Славского и бульвара Антоненко – около 22 миллионов. Председатель контрольно-счетной палаты Наукограда Константин Капинус на заседании предложил урезать резервный фонд, на который каждый год выделяется 10 миллионов рублей. Следующий момент, на котором хотелось бы остановить внимание, это расходование средств резервного фонда администрации города. Оно, это расходование в 2021 году не осуществлялось. Анализом планирования и исполнения средств резервного фонда за период с 2016 по 2021 годы палаты отмечено, что расходы резервного фонда на протяжении ряда лет ежегодно не исполняются в объеме 99,5%, в связи с чем палата полагает возможным рассмотреть вопрос об изменении структуры резервного фонда в соответствии с направлениями, установленными положением в резервном фонде, а также об уменьшении его размера. Создается резервный фонд администрации Наукограда из-за возможного возникновения непредвиденных ситуаций, например, как это произошло в случае с сильным паводком на территориях садовых некоммерческих товариществ в этом году, когда потребовалась эвакуация людей, чьи участки находились в зоне подтоплений. Идею о том, чтобы урезать резерв, народные избранники не поддержали, а значит, деньги продолжат туда выделять. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. В ближайшие пару лет в Обнинске обновление ждет несколько зданий, находящихся в ведении управления культуры. Что уже точно известно, дом по адресу Пирогова-3 и городской музей. С начальником управления Ириной Фалеевой поговорили, что будет сделано, в какой срок, а также узнали, какие планы есть по ремонту библиотеки номер один и библиотеки старого города. Пирогова-3 – здание по соседству с дачей Морозовой. Памятником архитектуры оно не является, особых статусов не имеет. В 2023 году будет подготовлена проектно-сметная документация на проведение ремонта. В 2024 году на 72 миллиона с лишним рублей пройдет обновление. Средства выделят из федерального бюджета. Заявка, поданная в нацпроект, была одобрена. Конечно, место отдаленное от основных городских улиц. Тем не менее, Ирина Фалеева считает, что с тех пор, когда дача Морозовой перешла под управление музея истории Обнинска, культурная жизнь здесь закипела. Поэтому смысл создавать культурные учреждения есть. Мы здесь планируем сделать музейный выставочный центр. И надеемся, что в установленное время мы получим очень красивый объект, такое культурное место действий. И я думаю, что это будет такая тоже активная площадка культурная. У нас там будет организована, мне кажется, кипучая деятельность, поскольку место это очень большого притяжения. Мы продумали такую концепцию совместной жизни, если можно так сказать, этих двух зданий. И те планы, которые мы вынашиваем по наполнению работы, по содержанию работы на Пирогово-1. И три будет дополнять, конечно. Они будут органично связаны, как они исторически были связаны, два этих дома. Мы хотим эту связь продолжить. Вот в современной работе, в современной экскурсионной деятельности, туристической, музейной работе. Чего сильно не хватает, так это развитые инфраструктуры. Дорога к даче вся разбита, освещения нет. Ирина Фалеева убеждена, что все это обязательно сделают со временем. По национальному проекту «Культура» обновят и крыло городского музея, где некогда размещался паспортный стол. Нам выделено более 5 миллионов на ремонтные работы, это фасады кровля, и тоже более 5 миллионов на приобретение музейного оборудования. В следующем году проведем все эти работы и приобретения, распахнет музей наш в новую дверь. И жизнь музейная, она еще станет интенсивнее и ярче. У нас очень много фондов, единиц хранения. Вот, и они, думаю, там и разместятся. Фасады кровля преобразятся не только в одном крыле, на всем здании. Потребуется и внутренний косметический ремонт. Начальник управления рассказывает, что задача на будущее – найти место в здании для музея спорта. Сейчас он расположен в Олимпе, и массовой аудитории недоступен. Есть, например, задумка заложить арку под крылом, чтобы получилось еще одно помещение. Ранее проходила информация, что в управлении рассматривают возможность ремонта библиотеки старого города и библиотеки номер один по национальному проекту, как было с «Централкой» в 2021-м. Действительно, возможность включиться в нацпроект не исключают, и желание есть. Суммы на ремонт обоих зданий потребуются куда больше, чем были потрачены на центральную библиотеку. Сказывается изношенность коммуникаций, кровли, время постройки, архитектурные особенности. Ставку делают на проект по созданию модельных библиотек. Хотя Обнинск уже принимал участие и, можно сказать, свое получил, надежду не теряют. Ирина Фалеева говорит, что даже попробует подать заявку на обустройство еще одного виртуального концертного зала. На этот раз в Клубе ветеранов. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. В Обнинске в очередной раз прошел совместный рейд сотрудников ГИБДД и судебных приставов. Суть мероприятия в том, чтобы выявить и привлечь к ответственности граждан, имеющих долги по налогам и штрафам. Судя по всему, достаточно эффективная мера воздействия. 12 мая на территории Наукограда Госавтоинспекции Калужской области совместно с отдельным специализированным взводом ДПС и Федеральной службой судебных приставов проведен рейд на предмет наличия различных видов задолженности у водителей транспортных средств при помощи нового оборудования комплекса «Дорожный пристав». В результате мероприятия в Обнинске на дорогах московского направления было остановлено и проверено по базам данных более 150 автомашин. На основании базы данных Госавтоинспекции в данный момент в рейдовых мероприятиях у нас участвует порядка 2000 автовладельцев. Это ближайшие районы, не только Обнинск, это Ярославец и Жуковский район, которые, возможно, могут ездить по магистралям нашего города. В результате проведенных мероприятий арестованы два автомобиля, водители которых являются должниками. Водитель автомашины «Лада» имеет 10 неоплаченных штрафов в пользу ГИБДД. Другой владелец автомашины «Лада Гранта» не оплачивал 259 штрафов. Должники от оплаты неоднократно уклонялись, вследствие чего на месте был произведен арест автомобилей в счет погашения задолженности. В настоящее время в Обнинском отделении судебных приставов введено в практику осуществление рейдовых мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции. Это позволяет принимать меры в отношении лиц, уклоняющих к исполнению решений судов. Данные мероприятия будут осуществляться на постоянной основе. В ходе рейда также были выявлены стандартные нарушения правил дорожного движения. Водитель, управляющий транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, остановлен и направлен на медицинское освидетельствование. Составлен протокол. Еще один гражданин управлял автомашиной, на которую установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Нарушение устранил на месте, сняв темную пленку с передних боковых стекол. Госавтоинспекция Калужской области рекомендует собственникам транспортных средств и временно проверять информацию об имеющихся нарушениях ПДД и других задолженностях. Елена Филина, Кристина Забожка, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. И это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск Онлайн, ВКонтакте, Телеграм-канале, а также на Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы новости, которая выходит по будням в 19 часов. До понедельника.